Здравствуйте! С вами программа «День города» и я, Марина Романюк. Смотрите в выпуске. Как после бомбежки Росавтодор в соцсетях ответил на жалобы рязанцев по поводу разбитой дороги М5 Урал. В ожидании чуда. Изменилась ли Рязань за прошедший год? Ответ прямо с улиц города. Выхухоль, зубры и журавлей. Сегодня день, посвященный национальным паркам. И в нашем репортаже разговор о бокском биосферном заповеднике. Трасса федерального значения М5 в эти новогодние праздники принесла немало неприятных сюрпризов тем, кто следовал по ней через территорию Рязанской области. В социальных сетях жалобы на огромные ямы появлялись от рязанцев регулярно. А на обочинах повсюду виднелись меняющие колеса люди. Особое нарекание, судя по жалобам, к участку трассы от Турлатова до Листвянки. Предупреждениями об опасных ямах на федеральной трассе М5 Урал социальные сети пестрели еще до Нового года. Вот одна из цитат. Перед Рязанью печальное состояние трассы М5 Урал. Водители на обочине вынуждены менять пробитые колеса на своих авто. Перед деревней Марина 1 и 2 по направлению в Москву. Конец цитаты. Видео, которое вы сейчас смотрите, от участника автосообщества М5 Урал Тим ВКонтакте, где это предупреждение и размещено 3 января. А это пост в группе подслушанного водителей в Рязани с предупреждением об опасной яме. М5 Урал, 184 километр, правая полоса. Выезд с полосы разгона. Огромная яма рваная. Будьте осторожны, в луже ее не видно. Минус колесо, диск и крепление поворотника. Конец цитаты. И под ней множество комментариев о многочасовых очередях в шиномонтаже в Турлатово, о помятых дисках и о том, как поездка по трассе обходится людям в крупную сумму ремонта. Еще цитата. Трасса М5 от Рязани в сторону Шилова. Правой полосы практически нет до Кириц. Ямы большие и глубокие, с острыми краями. После Турлатова самые большие. Мосты также разбиты. Крутицкий мост – оплот стабильности. Можно потерять не только колесо, но и всю подвеску разом. Выбирайте скоростной режим. Конец цитаты. Действительно, как видите, ямы на дорожном полотне глубокие. Их много. И разбитый участок весьма продолжительный. По словам водителей, прямо до Кириц и даже до Шилова. Я два диска помял. Полностью. Хорошо резину не испортил. Вот на кого-то жаловаться надо было, не знаю. Я из деревни. Мы две недели назад ехали на работу. Это было что-то. Машины стояли сплошь на обочине. Все погнули колеса. Это диски, резина. То есть это вообще ужас. Машина стояла и все с колесами. Один вообще три колеса, видать, снял куда-то, машину монтаж отдал, а сам стоял на обочине, на домкратах. Вот сейчас едем, смотрим, ямочный ремонт делают, но ям очень много. Красивая. Ужасная. Просто. Она вся разобьетная. Это можно вечный ремонт машины делать. А ее сколько ремонтируют, она, по-моему, такой и остается. До Кирицы, там все в ямах. Это все в ямах. Вот мы и в Кирице находимся, там. Да, эту дорогу сделали. Ненадолго же ее сделали. Когда ее делали? Год два назад? Ну да. Да. Но она, считай, сразу и разлеталась. То есть, неважно, с какой стороны, с правой, с левой. Хотя, говорят, это грузовики виноваты. Да нет, конечно. С левой стороны тоже самое. Там же видно, яма когда отваливается, там вот такой асфальт. Как все едут, объезжают? Ну, я Рязанский сам. Езжу раз в неделю туда обязательно. Плохо. Сегодня о как будто разбомбленных участках М5 люди уже наслышаны и едут довольно аккуратно. К тому же, асфальт пока сухой. Погода ясная. И ямы видны издалека. Но это днем. Вечером, как повезет. К тому же, в самом начале года в праздники слякоть, изморось и снежная каша маскировали часть опасных ям, что стало причиной многочисленных поломок и даже аварий в регионе. К примеру, 2 января в районе деревни Малинище по дороге Пронск-Скопин произошла авария из пяти машин. Причиной стала глубокая яма. Сложные погодные условия этой зимой – обильный снегопад, затем оттепель, а потом мороз – стали идеальными условиями для формирования глубоких ям. Заплатки есть, но этого явно мало. Ямы трещинами расползаются в стороны. Буквально на днях. На жалобу рязанца ответил Минтранс. Переписку можно увидеть на странице у губернатора региона Павла Малкова. Речь об участке М-5 с обеих сторон до поселка Турлатова. «Плохо видно ямы ночью. Днем как-то можно объезжать. Пожалуйста, прислушайтесь и помогите народу. Большие траты у всех из-за таких дорог». Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области рекомендовало автовладельцам свои замечения и предложения по качеству содержания трассы М-5 в пределах региона напрямую направлять в Росавтодор. 11 января на странице губернатора в комментариях появился ответ Росавтодора, который можно на настоящий момент считать официальным заявлением. Цитируем. «На настоящее время масштабы нарушения покрытия и ежедневный их рост не позволяют одномоментно обеспечить полную ликвидацию аварийной ямочности, образовавшейся в результате совокупности факторов, выпадения атмосферных осадков и последовавших за этим частых перепадов температур». Конец цитаты. В связи с подобным ответом остается порекомендовать быть предельно внимательными и собранными на дороге, сбавить скорость и сосредоточиться. Возможно, вам повезет, и этот путь вы преодолеете без потерь. Но в любом случае двигайтесь осторожно. Что же касается самих новогодних праздников, то рязанцы встретили их на позитиве. Уходящий год принес нам всем немало изменений. Чего в них было больше – личных побед или общественных – мы спросили у людей прямо на улицах. Уходящий год для рязанцев, безусловно, стал годом изменений, как внутренних, так и внешних. События, сохлестнувшие страну, так или иначе отражались и на их личном пространстве. Впрочем, больше всего люди на улицах сегодня говорят о позитиве. Благоустройство, новый автопарк, масштабные культурные события – в топе воспоминаний. Рязаня, как вам сказать, преобразилась, мне кажется. Стала намного интереснее, красивее, праздничнее. Но лично жизнь как был, так и есть никаких изменений. Да, Молков у нас стал. Может быть, он как новый человек. Может быть, по-новому будет все это преображать. Но, мне кажется, преобразилась. Ну, конечно, мы будем надеяться, что будет еще лучше. Личные. Наверное, все было классно, хорошо. А общественное? То, что троллейбусы купили в Рязани. Новые, хорошие. Прям приятно было. Который называется «Адмирал», да? Да, да, да. Очень понравилось. Молодцы, что купили. Пришел новый губернатор и сразу купил. Молодец. Ну, а так, мне кажется, в принципе, год. Во всем был неплохой. В принципе, да, все стабильнее. Да. Ну, конечно, понятно, с чем связана не особая стабильность, да. Но если так вот я оцениваю город, то, в принципе, все нормально. Мне запомнили строллейбусы, да. Все союзные форумы древних городов, которые проходили у нас в Рязани. А почему именно это? А потому что мы там участвовали. И вам все понравилось? Очень. Личные достижения рязанца стеснительно обходят стороной. Для жителей города по-прежнему общественные события гораздо важнее. Видимо, поэтому люди сознательно смещали акценты. Поступление в университет. А в какой университет поступили? Медицинский, рязанский. Куда-то ходили. Изменили. Губернатор. Что-то заметили, что он сделал новую. Троллейбус новую. Троллейбус врезали. Поездки с родителями по-разному. Там рыбалкам, с ночевкой. Отдых, путешествия. Отдых, путешествия, да. Изменения, да, заметила. В принципе, дороги начали резко чинить. Это очень хорошо. У нас вот на проезде за Вражневым мы живем. Там дорога была ужасная несколько лет. А потом раз проснулись, и дорога сделана. Тоже хорошо. Ну, наверное, как новый губернатор пришел. Потому что как он встал на пост, так и дороги начали делать. Очевидно, что позитивный настрой рязанцев – своеобразный кредит доверия. Этот год, в смысле изменений, обещает стать самым масштабным за последнее время. Событийности будет хоть отбавляй. Главное, чтобы ожидания жителей города в 2023-м получили от властей обратную связь. В Рязани стартовал прием заявок на благоустройство по проекту поддержки местных инициатив. По сообщению на сайте областного правительства, в этом году на инициативные проекты власти потратят 327 с лишним миллионов рублей. Это на 50 больше, чем в 2022-м. Максимальная сумма поддержки одного проекта увеличилась с 2 до 3 миллионов. На сегодня уже подано 29 заявок. Прием завершится 6 февраля. Напомню, программа поддержки местных инициатив стартовала в Рязанской области в 2017-м. За это время реализовано более 900 проектов, предложенных жителями Рязанской области. Общая сумма субсидий из областного бюджета в прошлом году – 262 миллиона рублей. 11 января – день заповедников и национальных парков России. Впервые его отметили в 1997 году по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы. Сегодня заповедной системе России исполнилось 106 лет. И, разумеется, мы не могли обойти стороной нашу гордость – Огский государственный заповедник. Вот ради сохранения такого малыша и был создан Огский заповедник. В их ухоли млекопитающие маленькие, размером с ладонь. И животные они, как выражаются специалисты, эндемические, то есть редкие для рязанской фауны. Поэтому и первая задача для Огского заповедника в далеком 35-м стояла простая – сохранить и восстановить русскую выхохоль. Эта основная задача была выполнена, и поэтому, собственно говоря, в настоящее время задачей заповедника стало сохранение всей уникальной природы юго-восточной мещеры. То есть у нас, так сказать, комплекс задач стал шире и расширился. В 59-м при заповеднике был организован питомник чистокровных кавказско-беловежских зубров. Животные эти занесены в Красную книгу. Да и со своей генетической изменчивостью они лучше остальных, адаптированные к российским условиям. Больше чем за 60 лет в Огском заповеднике родилось 454 зубрёнка. В 79-м здесь появился питомник редких видов журавлей. Задача осталась прежней – сохранить все семь видов журавлей, которые обитают в России. Даже эмблемой Огского заповедника стал чёрный аист, который часто прилетает сюда гнездиться. Среди общего многообразия есть и эндемик России – белый журавль – стерх. У нас обитает 61 вид млекопитающих, которых мы, соответственно, тоже изучаем и сохраняем. Список птиц насчитывает 266 видов, из которых около 150 гнездится на территории заповедника. В водоёмах обитают, соответственно, рыбы. У нас беспозвоночные животные, очень большой список. Поэтому, соответственно, учёные занимаются изучением, наблюдением за теми видами, которые обитают в дикой природе. Одних рыб тут только 41 вид. И всегда находятся любители этих самых рыб половить. Круглогодично. Но таких обычно останавливает охрана. Это в основном зимние рыбаки, под весну, когда уже там, грубо говоря, вода начинает чуть-чуть, она, скажем, выходить, лёд ещё стоит. Это уже как бы лов, нарушение права любительства рыболовства. Ну, по рыбалке, допустим, так, 17, рыбалка, 29. Вот было нарушение. Остальное проезд и проход там моторной лодки – это территория заказника. И проезд территории заповедника. На первый раз предупреждение. Это если такие пешеходы никакого ущерба не нанесли. А за повторное нарушение уже штраф – до 4 тысяч рублей. Плюс возмещение ущерба. В этом году пока нарушителей не было. Рязанцы заповедную территорию чтут. Ещё бы сотни километров, где помимо редких животных произрастает 850 видов цветковых растений. Например, краснокнижная орхидея Венерин башмачок. Учёные заповедника даже разрабатывают различные программы – экологическо-просветительские и эколого-туристические, чтобы посетители могли не только любоваться природой, но и понимать, зачем Окский заповедник существует. И даже внести свой небольшой вклад. В России выпустили новые монеты. Инвестиционные. Это трёхрублёвый Георгий Победоносец и золотой червонец по номиналу. Чем особенно эти монеты, расскажем далее. На серебряной трёхрублёвке Георгий Победоносец. Этот образ использовался в качестве государственного символа ещё с 11 века. Нам он более привычен на реверсе копеечных монет. Правда, что те, что новые трёшки встретишь сегодня редко. Серебряная монетка выпущена тиражом в полмиллиона штук. А вот с золотым червонцем история любопытнее. Он по своим параметрам повторяет царские десятирублёвки. Дизайн разработан медальером Антоном Васютинским. На основе эскиза для одной из дореволюционных сельскохозяйственных выставок. В центре можно увидеть крестьянина-сеятеля за работой. На заднем плане слева лучи восходящего солнца, справа дымящиеся заводские трубы. В центре поле и плуг. Сейчас золотая монета червонец – одна из четырёх основных инвестиционных монет Банка России. Три другие – серебряный Соболем, серебряный и золотой Георгий Победоносец. Тираж золотой инвестиционной монеты такой же – 500 тысяч штук. Нумизматам брать обязательно. Этой зимой погода капризничает не на шутку. Сильнейшие снегопады, сменившиеся отцепелями и дождями, теперь морозы. На этом переменчивость природы не закончится. Чего ждать от ближайшей недели, расскажем далее. Облачность появится уже с пятницы. Даже прогнозируется небольшой снег. Ночью в четверг – минус 10-14 градусов, днем – минус 10. В пятницу температура приблизится к своим нулевым значениям. Текущую зиму синоптики уже назвали истеричной. Перед Новым годом в регионе шли дожди. Затем за пару дней наступила суровая зима. И вот снова ожидается резкое потепление вплоть до плюсовых показателей. На днях метеорологи предупредили о метелях и порывах ветра до 15 метров в секунду. Ожидаются такие условия уже в ближайшее время. Усиление ветра произойдет на фоне смены режима погоды из-за столкновения воздушных масс с разным характером. Но явление это, если и будет, то окажется кратковременным и скорее разовым. 13 января в городе потеплеет до минус 1-6, что будет соответствовать климатической норме на этот период времени. Сохранится гололедица, а это значит, что на прогулках стоит быть осторожнее. Рекомендация актуальна и для автолюбителей. А вот со следующей недели, с 15 января, синоптики обещают плюс 1, плюс 2 градуса. На этом все новости. К настоящему часу я прощаюсь с вами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова